Высокотехнологичный спорт будущего пришел в настоящее. ДКТУ провел первый на юге России соревнование по дрон-рейсингу. Главный участник состязаний – мультикуптер. Хозяин беспилотника основательно модернизирует свое детище перед гонками. К тому же важную роль в поединке играют очки виртуальной реальности. Игрок надевает их и видит трассу от первого лица. Приобщилась к дрономании наша Елизавета Неменова. Подготовка к старту глазами пилота. Завершающая проверка всех настроек и миниатюрный летательный аппарат или дрон, готов растекать воздух и преодолевать препятствия на высокой скорости. Турнир по дрон-рейсингу проводится в Ростовской области впервые. В экипаже два человека – пилот и помощник. Три соревновательных класса в зависимости от размера, а точнее от расстояния между пропеллерами. Есть здесь совсем крохотные дроны до 80 мм, модели побольше до 150 мм и классические в категории до 200 мм. Несмотря на внешние различия, принцип работы у всех один. На квадрокоптер основная камера и пилот от первого лица с помощью очков специальных виртуальных может уже вести сам полет, вести свой квадрокоптер, как будто там находится. Задача – преодолеть препятствия и добраться до финиша как можно быстрее. Процесс прохождения трассы пилоты сравнивают с компьютерной игрой. Правда, если случится авария, перезагрузкой здесь не оделаешься. Чаще всего после таких столкновений приходится заменять пропеллеры, но на этот раз, похоже, обошлось. А на случай повреждений у каждого есть набор запасных деталей. И ремонтируют дроны пилоты самостоятельно, ведь изначально собирают летательные аппараты они тоже сами. Гоночный квадрокоптер может собрать любой школьник, который обладает какими-то техническими навыками. Хотя бы просто умеет паять и крутить отвертками. Все материалы есть на YouTube. То есть любой желающий может собрать квадрокоптер и спокойно заниматься. На первое в регионе соревнование по дронрейсингу приехали участники из Шахт, Таганрога, Батайска, Новочеркасска и, конечно, Ростова. И хотя все они пилоты за пределами трассы, это представители абсолютно разных профессий и разных возрастов. Но объединяет их любовь и интерес к полетам. И это сразу видно, говорит заслуженный военный летчик России Тагир Гаджиев, который следил за сложными маневрами. Есть ребята очень высоко подготовленные, видно, давно уже занимаются по тому, как они маршрут проходили, как маневрируют. Я как летчик могу сказать, для того, чтобы выполнить определенные маневры, навыки должны быть. Вот у этих ребят очень хорошо отработаны навыки. Но есть еще более молодые, видно, только начинают техническую составляющую. Они освоили, у них он летает, аппарат. А вот навыков пилотирования еще не хватает. Но это наживное. Следующий массовый полет дронов уже запланирован на теплое время года. Пройдут соревнования на открытой площадке. Так что пилоты смогут, что называется, расправить крылья и покорить новые высоты.